Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем с вами рассматривать интересные перспективные проекты. Сегодня у нас в новой очереди проект Social. Давайте начнем с того, что последней новостью, которую я буквально недавно прочитал, это то, что Минцифры нашего государства назвали блокировкой витов самым последним шагом. То есть давайте для начала начнем с того, что за последнее время, с 23 февраля до этого года, у нас идет огромное количество блокировок по всем социальным сетям, начиная от Инстаграма, Фейсбука, Твиттера, в целом компании Меда, которая сейчас запрещена в России. У нас идет ограничение со стороны правительства, со стороны государства, потому что, собственно, это нарушает законодательство Российской Федерации. В том числе были мысли у правительства заблокировать Ютуб, потому что, ну, как бы это тоже относится все к Америке. Но, как сказал глава Минцифр, что он заявил, что России не нужно блокировать Ютуб, потому что они ссылаются на то, чтобы у них была своя конкурентоспособная платформа и так далее. Сказать, что это хорошо, ничего, конечно же, не сказать, потому что так или иначе от этих блокировок всех социальных сетей страдают в большинстве своем люди. Мы с вами, которые, да, так или иначе создавали свои блоги, вели блоги, возможно, просто какие-то следили за своими любимыми блогерами. Вот. И очень сильно все это задевает именно простой народ. Опять-таки, стоит отметить о том, что Ютуб с того же февраля этого года заблокировал полностью рекламу для российского рынка. То есть, если вы ввели свои блоги на русскую аудиторию, то с февраля месяца ваша аудитория не монетизируется. То есть, опять же, это первый звоночек, скажем так, к тому, чтобы присмотреться там, или ведете вы свой блог в той или иной социальной сети, да. То есть, если Ютуб еще более или менее как-то мы можем монетизировать, да, то с Твиттером, Фейсбуком, Инстаграмом тут уже, конечно же, все гораздо хуже, потому что просто так монетизировать вы его не сможете, и это сделать достаточно трудно. Вот. Почему все это рассказываю? Чтобы можно было сравнить проекты на Веб-2 с проектом на Веб-3. Проект на Веб-3 у нас является проект Social. То есть, это проект Social, это социальная сеть, да, которая построена на блокчейне Солана. Она уже входит в разряд Веб-3. Вот. То есть, все это будет децентрализовано, конфиденциально. Вот. И, собственно, весь интерес проекта Social заточен на то, чтобы люди могли спокойно продвигать свободу слова, то есть, пользователи могли взаимодействовать между собой и не переживали за то, что их могут заблокировать. Вот. Это первый момент. А второй момент – это то, что на этой социальной сети вы можете спокойно зарабатывать средства без каких-либо проблем. То есть, если сделать некий такой, подвести черту под тем сравнением, что мы сейчас имеем, безусловно, Social, ну, есть смысл дождаться каких-то первых тестов, чтобы мы могли сами посмотреть, как это работает, потому что зачастую те соцсети, которые выходят, ну, с ними просто невозможно взаимодействовать, и это происходит достаточно трудно. Вот. Поэтому было бы хорошо посмотреть на какие-то первые рендеры, первые хотя бы скриншоты, либо там какие-то скринкасты с записи экрана о том, как это сейчас функционирует, но это будет только немножечко позже. Вот. Но, тем не менее, как описывает команда разработчиков, что у вас будет возможность заработка, возможность заработка как блогерам, если вы создаете контент так и просто пользователям, если любите изучать что-то новое, вот, то это, конечно же, достаточно удобно, профитно, и если всё-таки в этом разобраться, то, я думаю, вам будет как минимум интересно. Вот. Все социальные сети я оставлю под видео со всеми ссылками на социальные сети проекта. Можете зайти, почитать, ознакомиться. Также на канале у меня есть и другие видеоролики по этому проекту. В общем, заходите, смотрите и изучайте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и будем следить за развитием проекта вместе.